Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Осьминог Бесконечности сегодня обязуется разобрать с вами безграничную, отчасти, бесконечную критику. Текст называется «Безграничная критика». Это мой философский текст, который входит в четвертую, последнюю написанную мной октограмму. Вы помните, я на октограммы делю тексты. Поехали! «Критика как явление имеет для меня, с одной стороны, большое значение, так как я постоянно ей пользуюсь, а с другой осознаю, что это преимущественно догматический метод, который возникает в качестве отрицательной стороны любого убеждения». Ну, давайте, в общем-то, там посмотрим дальше, почему это так. Предисловие мы полностью зачитывать, конечно, не будем. Ничего мы не будем полностью зачитывать здесь, потому что эта книга, она будет когда-нибудь издана, надеюсь, и вы сможете все полностью прочитать. А почему критика, в общем-то, часть догмы? Ну, это отрицательный аспект догмы, получается, суть. Ортодоксология определяет, что критика является отрицательным аспектом догмы. Это значит, что она сама по себе не порождает положительных содержаний и не поддерживает напрямую ничего. Критика через отрицание других догм лишь косвенно подтверждает свое. Вот так обычно работает критика. Более того, для критики необходимы какие-то убеждения положительные, относительно которых производится эта самая критика. Ну, то есть, например, мы убеждены в том, что эмпирический опыт работает полностью, абсолютно безоговорочно, и мы будем везде, в общем-то, от всех требовать эмпирических доказательств. Вот такое убеждение, такая критика с точки зрения эмпирики, она является чисто догматической. И в этом смысле критика, которая производится с точки зрения эмпирической такой вот проблематики, с точки зрения эмпирического метода, она представляет собой именно вот такой вот примеры догматической критики, да, действительно. Но я же все-таки, получается, занимаюсь скептицизмом, да, как бы, а критика почему-то рождается в догме, и я при этом занимаюсь критикой. Возможно, многие могут подумать, что наблюдается здесь определенное противоречие. Критика, безусловно, рождается из убеждений, так как тот, кто убежден, убеждения не имеет, не имеет оснований и мотивации для критики, получается. Ну вот, да, вот если бы я вообще полностью не имел никаких убеждений, у меня бы не было никаких оснований ни для мотивации, ни для критики, у меня не было бы аргументов, которые я мог бы привести для критики. Критика может быть рождена только в убеждении, потому что основания для ее поддержки содержатся только в убеждениях. Ну, это я то, что проговорил, да. Здесь доказательства всех этих положений имеются. Ну, то есть, вот у нас есть тезис один большой, главы это маленькие подтезисы такие, еще внутри имеются доказательства. Все это проговаривать можно тоже бесконечно. Дальше, 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 дальше пропустим эту главу. Конкуренция учений имеется, да. Так почему же, в общем-то, надо ответить на вопрос, почему скептик? А скептик может, каким образом он может апеллировать к вот этой вот критике? Если критика это чисто догматический аспект. Потенциальная критика существует, да, 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 да. Мы будем проматывать очень большое количество текста, потому что все это прочитать трудно. Бесконечность критики, вообще критика бесконечна. Можно против любого убеждения, утверждения привести огромное количество аргументов, и конца этим аргументам, в общем-то, не будет. Они могут строиться и на империзме, и на рационализме, и на иррационализме, чувства, эмоции, все что угодно может послужить основанием для вашей критики. Уловки для ради победы тоже допустимы. Здесь отсылка к иристики Шопенгауэра и присутствует в данной книге. Сейчас мы дойдем до следующего раздела, где будет объясняться, почему, в общем-то, мы, 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 то есть я, скептик, должен, могу, могу, почему я могу критиковать. И обязательно ли убежденность является, только убежденность является источником критики. Вопрос данной книги, в том числе, один из вопросов. Это, возможно ли скептическая критика? Почти кантовский такой стандартный вопрос, конечно. Но его надо разрешить, потому что иначе скептик, ну, должен был бы вообще полностью отказаться от критики. Давайте быстрее полистаем, потому что, ну, что-то уж тут очень много разных аспектов критики. Разбирается критика как защита, критика как нападение, критика, латентная критика, да, критика как необходимое явление. Ну, все, это тоже понятно, это даже раскрывать, наверное, тоже не нужно, все вот эти вот по теме, они сами за себя говорят. Критика носит исключительно отрицательный характер, об этом я тоже говорил, это доказывается. Вот, критика как скептический троп. Ну, логично, да, мы возвращаемся опять к концепции тропов. Мы их обсуждали на недавнем стриме, на большом стриме, с Василом обсуждалось это. Но критика, критика в данной книге раскрывается как скептический троп. Скептицизм тоже пользуется критикой, только для него это не естественный аспект, не естественный, а искусственный. Скептик пользуется критикой как поэт, пользуется риторическими фигурами. В общем-то, да, если какой-нибудь Пушкин сравнивает любовь с огнем, вы же не говорите, что Пушкин такой вот философ-дурак, который думает, что любовь равно огонь. Понимаете? Ну, то есть вот. То же самое и со скептиками. К их риторическим фигурам относиться в целом крайне серьезно, ну, нельзя, невозможно. Да, дело в том, что критика была заявлена как отрицательная сторона догматизма и только догматизма. Было показано, что она вырождается из догмы. Ну и скептицизм, понятно, проблему мы уже обозначили. Аргументы про, это, конечно, факты. Это, возможно, есть скептики, скептическая античная школа. Скептическая античная школа опиралась на тропы преимущественно. Все известные 15 античных тропов антискептицизма, они все еще действенны. Я предложил еще больше этих тропов, до 99 их довел. Как возможна критика в скептицизме? Критика в скептицизме возможна на основании того факта, что для использования ее можно прибегать к хитрости, которая называется тропом. Троп позволяет избежать убеждения, но продвигать при этом критику. Тоже довольно-таки просто. Тропы в скептицизме это особого рода высказывания, которые служат заменой утверждений и используются для критики. Тропы это своеобразные допущения, которые используются в качестве основания критики, ну, скептиков. Давайте разберем вот это вот допущение. Я, кстати, часто говорю о том, что философия предлагает нам огромное количество всевозможных допущений. Например, о том, что весь мир может быть вообще, ну, солипсичным. То есть я единственный в нем человек, допустим, солипсизм. Известная концепция, да. Может быть так. Мы используем это убеждение в качестве тропа. Можем его использовать? Можем. Можем с его точки зрения критиковать другие концепции? Можем. Мы сделали допущение и начали критиковать. Ну, или, например, мы допускаем, если хотим раскритиковать какого-то мистика, не эмпирика, что мир-то на самом деле строится на эмпирических основаниях. Мм? А? Как ты, наверное, что-то это скажешь, идеалист? Мир-то эмпирищен, наука работает, понимаешь? И мы делаем такое допущение. Да, эмпиризм дает абсолютную истину, ну и ученые, соответственно, правильно трактуют все. И из этого допущения мы как бы разносим нашего оппонента с удовольствием. Очень радостно, очень весело разносим нашего противника. Тропы, получается, это в том числе своеобразные допущения. Причем такие, чем лучше это допущение, чем больше учений это допущение может опровергнуть, тем этот троп сам по себе лучше и универсальней. Ну, например, тропы Агриппы, все пять, они универсальные. Более-менее универсальные, они хороши. Очень мало учений строится на том, что вот, ну, в каких-то противоположных позициях. Ну, в смысле, наоборот, большинство учений строится на противоположных позициях, и поэтому вот эти вот тропы, эти допущения опровергают, ну, заставляют усомниться практически во всем. Дальше мы в этой книге приводим тропы Анисадема, тропы Агриппы, тропы Александра Шадова, девяносто девять тропов скептицизма. Все это мы разбирать не будем, это мы уже разбирали, это есть в других видео. Девяносто девять тропов скептицизма я продлил на три видео, обязательно тоже можете ознакомиться, если вам интересно. Тропы сомнений, тропы, да, все они здесь просто перечислены. Книжка, кстати, не очень большая, поэтому мы с ней очень быстро справимся, надеюсь. Еще минут десять я себе даю. Потенциальная бесконечность тропов. Следующий пункт, ну, девяносто девять тропов, которые предложил в итоге я, который, такой корпус из девяносто девяти тропов, это еще не финал. Потенциальная бесконечность тропов. Тропов может быть бесконечное количество, скептики могут выдумывать их в далеком будущем, в соответствии с теми учениями, которые будут доминировать, неограниченное количество раз. Это может продолжаться просто бесконечно, поэтому скептическая критика, ну, ее невозможно остановить, по сути. Нет никакого, ни одного основания, которое могло бы как-нибудь, в общем-то, заставить скептиков уйти. Ну, только, наверное, единственное, что абсолютное доказательство какой-то вот истины. Да, скептик бы познал, да, да, это же абсолютно очевидно, это бесспорно. И это отвечает на все наши вопросы, ну, тогда да, все, мы отказываемся от скептицизма, и только в таком случае скептицизм был бы, ну, неадекватен и невозможен, и его невозможно было бы защитить. А в остальных случаях все, мы пробуем разные подходы, мы пробуем разные учения, и у нас возникает потенциальная бесконечность тропов, то есть возможных допущений, с помощью которых мы можем опровергать любые учения. Это многогранно интересно. 99 тропов это мелочь. Это просто малая часть песчинка, песчинка на огромном, в огромном море, на дне огромного моря, в общем-то, мировоззрений, да. Критика как инструмент скептицизма. Критика не что иное, как догматический инструмент скептицизма, заметьте, да. Скептицизм может использовать догматические инструменты, вполне почему бы и нет. Скептицизм ничем не ограничен, по сути. Это то чистое состояние, в котором мы можем использовать любой инструментарий, в том числе критику. И критика это один из самых действенных инструментариев, в общем-то, скептика. Так было и в античности, и так остается в наши дни. Тропы как бы подражают суждениям, делают вид, что являются догматическими утверждениями и даже убеждениями, а потому и могут породить реальную критику, которая, как было заявлено, рождается, ну, в основном исключительно из догматики. В подавляющем большинстве случаев, там, больше чем 99% явно. Противоречия критике и скептической герминевтики. Кстати, вот тут тоже. Я развиваю скептическую герминевтику, с одной стороны, а с другой стороны, я очень много кого критикую и веду критическую деятельность, придумываю какие-то, в общем-то, позиции, убеждения, с разных сторон подхожу к критике разных деятелей, особенно если деятели не очень грамотные и не могут отбиться от критики, ну, и явно, в общем-то, очень слабы, слабы, в общем-то, в аргументации. Ну, это противоречие, это еще одно противоречие внутри моего учения такое получается. Самое главное противоречие внутри ортодоксологии, да. Очевидно, что критический настрой и настрой на понимание радикально отрицают друг друга и существовать одновременно не могут. А какой же я вывод предлагаю из этого? Получается, что именно... Да. Имеется два пути к абсолютному скептицизму непосредственно. Мы все еще как бы не достигли, видимо, абсолютного скептицизма, но даже я сейчас говорю вам не из состояния абсолютного скептицизма. Я сейчас читаю свою книгу просто, на самом деле. Здесь нет ничего такого особенного. Я просто снова читаю свою книгу. И воспроизвожу некоторые формулировки, которые я уже давно придумал, продумал. Через всеобщую критику, через всеобщее понимание у нас есть, в общем, два пути к скептицизму. С одной стороны, опровергнуть все. Все без исключения опровергнуть. Нет ни одного учения, против которого мы не могли бы подобрать какие-то доводы, которые, ну, хотя бы, хотя бы сделали это учение сомнительным. Причем нам не важно, ну, опровергнем его полностью, скажем, но нет, все, мы доказали, что ваше учение точно неверное. Нет. Чтобы быть скептиком, достаточно просто усомниться. Сделать, то есть, любое такое предположение, которое оппонент не может опровергнуть, но при этом, если это предположение оказывается истинным, то оно опровергает полностью позицию оппонента. И в таком случае, если мы составим такое вот убеждение, утверждение и предложим его оппоненту, если оппонент не сможет его опровергнуть, ну, прям абсолютное опровержение сделать, сказать, no, 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 no. У меня есть факты, у меня есть логика, я разнесу вас просто. Если он не сможет, в общем-то, очевидно, абсолютно, бесспорно снести вот это вот убеждение, утверждение, допущение, ну, в принципе, скептицизм уже тогда является в его адрес обоснованным. Это не значит, что его концепция неверная, но это и не значит, что его концепция верная. И поэтому в ней имеет смысл сомневаться. Вот это первый путь к скептицизму. Но есть и второй путь к скептицизму, оказывается, все учения, ну, греки, они тоже все критиковали, получается. Античный скептицизм, это вот путь к абсолютному скептицизму через всеобщую критику. Я этому пути отчасти тоже следую. Но есть и второй путь, то есть через всеобщее понимание, через возможность понять все возможные учения, которые существуют. Причем эту возможность реализовать, ну, невероятно трудно, невозможно, я ее не реализовал. Но сделать себя таким человеком, который при этом допускает понимание всех возможных учений, течений, религий, политических каких-то школ и вообще всего остального, вот такое вот понимание, оно дает нам возможность поставить себя на место представителя любой философской школы, любой религии. Если мы немножко постараемся, попробуем поучить, что там у них находится в их учениях, в их дисциплинах, если мы будем с ними знакомиться, если у нас нет вот этих вот предрассудков, если мы следуем такой ортодоксологической герменевтики, мы очищаемся, у нас появляется возможность действительно приблизиться вплотную к пониманию представителей других школ, других точек зрения из чистого такого скептического состояния простого и прийти через вот это вот многогранное понимание многих учений к скептицизму. Ну то есть, если многие учения можно доказывать, можно их удерживать в качестве таких вот неопровергнутых, в общем, да, если многие учения являются неопровергнутыми в нашем сознании, если мы можем представить, что вот они неопровергнуты, да, есть какие-то аргументы за, есть какие-то аргументы против, но какого-то всеобщего абсолютного опровержения нет, и это учение само себя как-то тоже доказывает, в нем есть какие-то аргументы. И самое главное, что это учение можно дальше доказывать, то есть если бы у этого учения появилось больше представителей, если бы эти представители были достаточно умными, то они могли бы предложить еще больше аргументов, если это учение в принципе можно доказывать дальше и дальше и дальше, то мы можем согласиться с тем, что мы должны сомневаться во всех учениях одновременно, из-за того, что они все не могут быть приняты как одно единственно верное, потому что они все обосновываются так или иначе. По тем или иным принципам, на тех или иных основаниях. Все, здесь мы тоже уже закрепили. Как прийти к скептицизму двумя путями? Я пришел, я иду к нему обоими, как бы. Оба пути, это мои пути, как бы, получается. И вот этот путь, это мой, это тот путь, который я предложил для философии, как бы, получается. Это путь, который, вот этот путь, который уже был, я его тоже развиваю. Фух, вот это был трудный тоже такой диалог. Продолжаем. Как догматизм порождает критику, так и скептицизм порождает герменевтику. Теперь обратим внимание на один из основных хронотоксологических концептов. На сравнение догматизма и критики, а также на сравнение скептицизма и герменевтики. Как догматизм порождает критику, мы это уже обсудили выше, в первом разделе. Так и скептицизм порождает герменевтику. И в некотором роде даже герменевтика порождает скептицизм. То есть, если догматизм определенно первичной критики, то в отношении скептицизма и герменевтики я бы сказал, что у них такая дурная бесконечность. Они друг с другом тесно связаны. Скептицизм дополняет герменевтику, герменевтика дополняет скептицизм. Потом скептицизм опять дополняет герменевтику, сомневается в ней. Герменевтика вынуждена дальше работать и снова дополнять скептицизм. И умножать его сомнения, потому что чем больше учений, мнений, положений мы поняли, тем прочнее наши скептические воззрения. И это все разбирается в работах духовной практики осьминога бесконечности. Видео по этому тексту тоже есть. Этот текст, он, к сожалению, еще не выложен. Ну, в общем, если вы хотите, если у вас будут средства на это, я с удовольствием приму пожертвование на редактирование, исправление и печать этого текста. Ну, или хотя бы просто редактирование, чтобы подготовить его к электронному изданию. Может быть, даже смогу, если будет достаточно средств, я с удовольствием выложу его в открытый доступ. Ну, вы понимаете, каким количеством текстов я обладаю. И чтобы все это править, это мне нужна еще дополнительная жизнь сверху. Особый же интерес представляет взаимную противоположность созидания критики. Ну, это я только что разобрал. Да, хорошо, что критика в скептическом плюрализме. Посмотрите-ка. Ортодексология включает в себя скептический плюрализм. Ну, потому что через понимание вот такое-то у нас получается много мнений, много позиций. И это и называется скептическим плюрализмом. Ортодексология включает в себя скептический плюрализм, который проявляется в понимании многочисленных учений и стремлений к тому, чтобы все они так или иначе существовали, множились, вели друг другу споры, конечно же. Но, да. Критика может использоваться в том числе для цели распространения непопулярных учений. В том числе у меня есть такое вот устремление делать непопулярные учения более, так скажем, популярными. Я с удовольствием заступлюсь за слабое, но при этом интересное и уникальное учение, которое проигрывает там науке различным религиям. Ну просто потому, что оно интересно. Я бы с удовольствием, да, повзаимодействовал с этими персонажами, которые развивают свои какие-то непопулярные точки зрения, учения. Чтобы подкинуть им некоторые аргументы, научить их сопротивляться и науке с какой-то стороны, и религии, такой популярным религиям, особо популярным. Учиться с ними взаимодействовать, учиться с ними спорить и убедительно выглядеть на их фоне. Хотя многие и так умеют убедительно выглядеть на их фоне, поэтому, ну, тоже не всех приходится учить. Некоторые в этом разбираются даже лучше, чем я, потому что эти учения все-таки как-то выживают. И это тоже неплохо. Так, ну что, на 30 минуток мы потянем этот текст, видимо. Критика и бытие скептика. С бытием скептика все тоже понятно. Но мы сейчас пройдем мимо скептицизма. Потому что на самом деле вот половина текста все не о том. Потому что все, что было выше, это вступление как бы. Да, здравствуйте, это вступление. Потому что дальше происходит развитие иристики Шопенгауэра с какой-то стороны. Только это действительно углубление иристики Шопенгауэра. Теперь как критиковать? Вот чему посвящена, собственно, эта книга с третьего раздела. И дальше половина книги будет посвящена этому. Сначала мы разобрали критика как явление, вообще само по себе, как оно в догмах проявляется. Потом как к ней должен и мог бы относиться скептик. Третий раздел. Критика уже существующих учений. В общем-то, то ради чего и написан данный текст. Критика платонизма проводится. Такая вот небольшая. Но мы, кстати, не будем ее разбирать, потому что, думаю, вы это сами прочитаете когда-нибудь в жизни. Может, критика Аристотеля. Критика Аристотеля, кстати, очень важна критиковать Аристотеля, платонизму. Потому что они с этого начали. Критика скептицизма, а также можно критиковать скептицизм. Дело в том, что чисто аргументационно, то есть на уровне чистой логики и любого другого учения, критика чистого скептицизма невозможна. Однако существуют соображения, которые могут заставить человека отвернуться от скептицизма. И это и будет той самой критикой скептицизма. Вот как я не смог ответить на стриме Васила, но вот оно, вот правильный ответ. Конечно, существуют соображения, которые могут заставить человека отвернуться от скептицизма. какие-то любые мнения, которые ему, может быть, даже льстят, или, может, не льстят, которые ему ближе, или дальше, этого не важно. Какие-то мнения, в общем-то, могут отвернуть его от скептицизма, и в этом тоже есть слабый скептицизм. Почему чистый скептицизм критиковать невозможно? Дело в том, что всякая критика может быть направлена только на убеждение. Скептик не имеет убеждения, потому его невозможно подвергнуть критике, вам нечего опровергать. Вы можете только подвергнуть критике, ну, чистейший скептик, конечно, неуязвим для критики, но есть один аспект, который вы все-таки можете покритиковать. Это аспект необходимости быть скептиком, но, опять же, правильный скептик, он не имеет необходимости быть скептиком. То есть он снимает с себя необходимость эту. Он просто им остается без объяснений, без причин, без каких-либо обстоятельств, он просто продолжает быть скептиком. Ну, а тебе скажет какой-нибудь христианин, ну, лучше уверовать в Бога, душа твоя спасется, у тебя будет много плюсов, там, так далее, так далее, так далее. То есть, да, действительно, практически от этого есть выгода какая-то. Ну, может быть, могла бы быть от этого практически выгода при определенных условиях устройства мира. Но все-таки ситуация в этом мире довольно-таки сложная. Поэтому сомневаться в нем, ну, все-таки я как-то, все-таки склоняюсь к этому большому, такому абсолютному сомнению. И, опять же, тут вопрос, существовал ли когда-либо этот самый чистый скептицизм, неуязвимый, потрясающий, непробиваемый? Нет. Даже наиболее чистый античный скептицизм опирался на догмы эпохи, атораксии. А также необходимо задавать вопрос о том, является ли скептицизм вообще, ну, да, необходимым. Так, это плох-плохо составление предложений. Вот почему тексты надо править, кстати. Чтобы вы знали, почему эти тексты, они не находятся в открытом доступе. Вот, в основном, из-за вот так же необходимым задаваться вопросом о том, является ли скептицизм необходимым. Во-первых, повтор. Необходимым, необходимым. Одно, необходимым срезать определенно. Во-вторых, одно, необходимым оно, по части, в общем-то, да, неправильно, в общем, оно поставлено здесь в предложении. Да. В общем-то, получается, что, во-первых, скептикам всегда быть невозможно. Это один из аргументов очень сильных против скептицизма. Во-вторых, достигнуть скептицизма очень трудно. Поэтому, ну, тоже так. Естественно, оставаться скептиком тоже крайне трудно, потому что какое-то убеждение обычно людей все-таки дозахватывает. Убежать от скептицизма хочется всегда, но не всегда получается. И когда вот не получается, это есть такое естественное пребывание в скептицизме. Критика христианства здесь разбирается, критика ислама. Очень мало, 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 мало здесь таких аргументов. А на что я вообще опираюсь, кстати, надо посмотреть. Да, ну, видите, такая вот не очень жесткая критика. Вот просто буквально показать пример, как можно критиковать те или иные учения. Да вы, скорее всего, и сами знаете. Ну, просто дальше будет еще четвертый раздел, в котором критика будет разбираться лучше. Ну, типа, этика ислама очень сурова. В сущности, этика христианства была основана на любви, а это привело к ряду смягчений. Впрочем, да, в сущности, тоже надо резать. Это не отменяет того факта, что христиане, будучи в средние века религиозными монополистами, злоупотребляли своей властью и истребляли инакомыслящих. Ну, тут кажется, оказывается, тут в критике ислама, критика христианства затесалась, понимаете ли. Но, видимо, это выше тоже уже оправдывалось, да, в тексте. Ну, в исламе все еще хуже в этом смысле, да. То есть, если христиане, они так пофигистично инквизировали вас, не всегда, не всех ведьм, не всех инакомыслящих, ну, как-то вот, как получится, так и, в общем-то, зависело вот на местах. Если очень такой вот, очень боевой, потрясающий, замечательный инквизитор попадался в том или ином регионе, ну, то да, ну, не повезло вам, ребята. Так христианство, ну, трудно сказать, что оно было, ну, крайне жестоким инквизитором. Мусульмане в этом смысле куда более жесткие. К сожалению, вот это так. Это одно из критических положений. А вот тут такое уже пожестче. А тут восприняемая такая критика к Осману-Халифу, который-то на самом деле, ну, во времена Халифа-Османа, был составлен основной исламский текст. Коран. Мухаммед как бы уже умер. Была такая пауза между, вот, в общем-то, да, между смертью Мухаммеда и правлением праведного Халифа-Османа. Многие не любят этого праведного Халифа-Османа, между прочим. Шуиты в основном его не любят, ну, потому что этот, как бы, вот эти все Халифы, они не такие уж и праведные по шуизму. Потому что возглавить ислам должен был Али. А брат двоюродный, если не ошибаюсь, ну, он какой-то родственник, ну, вроде двоюродный именно брат Мухаммеда должен был, в общем-то, возглавить Умму за место самого Мухаммеда. Но между правлением Али и, в общем-то, самим Мухаммедом появилось такие вот несколько персонажей таких интересных праведных Халифов, и один из них был Осман. И в его время, в общем-то, составлялся Коран. И сподвижники, в общем-то, шуизма не всегда так очень-то позитивно относятся к составлению Корана, и там очень много различных тонкостей возникает именно как раз из-за того, что Халиф Осман его составил. А если пойти еще дальше ислама, выйти за пределы ислама, то мы получим-то вообще вопрос, ну, а действительно ли Коран говорит то, что говорил нам Мухаммед, например? Тоже такая критика на базе самой религии. И она может быть действиена. Мы можем разбирать огромное количество аргументов против религии, но они здесь приведены просто в качестве иллюстрации. Иллюстрации, 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 такие вот. Все религии, критика даосизма, в том числе буддизма, критика этики. Критика этики вообще. Представляете, здесь есть. Критика эстетики вообще тоже здесь есть. Про Пушкина там я видел свыше. Про Пушкина мы любим писать, безусловно. Так, гений до полупоклонничества, мода искусства. А вот по искусству я прошелся вроде как очень даже хорошо. Ну, потому что я в этом уже давно варюсь, и я в этом непосредственно разбираюсь. Ну, критика искусства я занимаюсь уже, наверное, не знаю, больше десяти лет даже. Все основные фундаментальные философские концепты, так или иначе связанные с искусством, прекрасное, ужасное. Связь этики-эстетики, позиция о гениях, о делопоклонничестве, о моде, о вдохновении, все это разбирается, я с этим знаком. Критика иллюзии, критика рационализма, критика иррационализма, в общем, много критики, критики, критика, критика. Все можно раскритиковать, любые существующие учения можно раскритиковать, науку можно раскритиковать. Матвей вот у нас тут. Здравствуйте, очень рад. Это суперконцерт по философии, состоящийся из ваших книг, каждая из которых ваша вечная песня. Спасибо, Матвей, очень рад, что ты присутствуешь и смотришь. Приветствую. Внутри греческой философии, да-да-да-да-да, продолжаемо колоссальное количество, очень много критики. Я просто показываю, что критиковать можно вообще все. Но я не скажу, что все вот это вот примеры, то, что я выше привел, это не высший пилотаж критики тех или иных учений. Я с этим абсолютно согласен. Это просто примеры. Сами учения критикуют своих оппонентов значительно жестче и значительно подробнее. И целые такие вот книженцы, которые больше вот этой безграничной критики в десятки раз, написаны только ради одной этой самой критики других учений обычно. Если вы хотите преуспеть в критике, ну, намного больше, вы можете ознакомиться с колоссальными по размерам, трудами многочисленных деятелей религии, философии, науки. Вам понравится. Кстати, даже философию можно критиковать, оказывается. Представляете себе? Можно критиковать философию. Ну и вот. Мы добрались до существенного раздела. Руководство по критике всех возможных учений. Все. Мы посмотрели на те учения, которые уже критиковались выше. Там разобрали некоторые нюансики такие, не очень даже основополагающие местами, иногда основополагающие, но не очень-то сильно углублялись в критику. Ну, а теперь мы будем разбирать методику. С каких сторон можно подойти к критике разных учений? Каждое утверждение имеет в своем основании ту или иную логику. Напомню, что логических систем много, а единой нет. Чтобы подвергнуть суждение сомнению или опровергнуть, можно начинать сопровержение логики, особенно если ваши утверждения основаны на другой. Наука строится на логике. Да. А логические и непротиворечивые суждения в составлении теории очень важны? Да. Но кто нам сказал, что логика истина? Аристотель. Да, Аристотель нам сказал, и многие другие подтвердили, разрабатывали логику, дорабатывали ее в итоге. Но кто сказал, что она истина? Европейская логика строилась как некая логика суждений. Суждения внутри этой логики, может быть, и могут показаться истинными и непротиворечивыми. Но кто-то, кто вообще сказал, что суждения могут быть истинными? Ну, это такое тоже очень сверхдопущение. Перенос логической вот этой идеальной системы языка, которая работает сама по себе внутри своего такого идеального прекрасного механизма. С высказыванием прекрасно работает. Она может работать с любыми высказываниями, которые не имеют никакого смысла, а просто логические связи внутри себя. Вот это интересно, да? Она может работать вообще как угодно. Это замечательная формальная логика. Как, в общем-то, мы можем быть уверены в том, что существует переход от логики к реальности? На дейдем, кстати, много работают аналитические философы, да. И они дадут вам несколько ответов, но это просто уже основание для дальнейшего спора с ними. Для большинства людей, которые не задумываются на такой вопрос, вот этого аргумента, чтобы их снести, уже будет просто достаточно. Большинство саентистов, ну, как бы, они вот после вот этого, они улетают, просто улетают с тотема боевого нашего, где мы критикуем, где мы сражаемся и спорим. Ну, то, скорее всего, пойдут либо оскорбления, либо, не знаю, ну, махнут рукой, обзываться начнут, назовут идиотом, но ничего качественного мы в ответ не услышим от них. От аналитических философов может быть. И с ними уже имеет смысл спорить на вот эту вот тему. Продолжаем. С каких еще сторон вы можете подойти к критике? Ой, фактическая критика. А почему? Факт, оказывается, любой факт, в том числе научный, это вещь неоднозначная. Но все мы имеем некоторые изначальные восприятия, которые изначально не подчинены какой-либо трактовке. Факт сам по себе это трактовка всегда. И факты всегда собираются в отношении той или иной теории. Очень важно понимать, да, что вот, например, ручка, ручка факт, что она падает там вниз, например. А ученый может трактовать этот факт как силу притяжения. Наличие силы притяжения может стать фактическим в глазах ученого только за счет того, что, ну, ручка падает, и они будут постулировать наличие некоторой силы. А мы можем предположить, что здесь существует сила Бога, например. Не знаю, божественная мощь тянет ручку вниз. И почему бы и нет, в общем-то. Мы можем предположить колоссальное количество невероятных каких-то странных метафизических, физических, любых абсолютно сил, даже иллюзорных, которые воздействуют на эту ручку. Факт нем. Один из средневековых философов произнес вот это вот высказывание. Факты немы. Они ни о чем не говорят, они немые. Мы за них говорим, мы их трактуем, мы с ними работаем, мы с помощью них объясняем теории, а с помощью теорий, в которых имеется определенный, в общем-то, состав определений, какие-то слова, какие-то, в общем-то, отсылки, и с помощью вот этих вот теорий мы определяем факты другие. Факты помещаются в рамки этой теории, у них появляются связи с разными аспектами этой теории, и в этом смысле факт, особенно научный факт, всегда является интерпретацией. Только интерпретацией вот этих вот самых чистых восприятий, которые, ну, наверное, может быть, к изучению которых приблизилась, ну, только феноменология. Факты раскритиковать можно, и усомниться в них можно, и я вам приблизительно показал, как это сделать. На базе феноменологии, кстати, это делать тоже довольно-таки просто, ну, и напоминаю, что Гусарль очень эффективно и эффектно критиковал своих оппонентов, критиков своих оппонентов-эмпириков, эмпиристов, он прям вот сносил их тоже очень так здраво. Критика от Абсолюта. Проблема любого познания заключается в том, что мы изначально не располагаем истиной. У нас нет общих представлений о том, что является истинным, ну, и поэтому мы к истине движемся. Это делает любые наши попытки познать частные истины сомнительными. Ну вот, например, мы не знаем, является ли мир иллюзорным. Это такое фундаментальное различие, иллюзорен мир или не иллюзорен. Существует ли свобода или не существует? Не знаю, что там еще, бесконечен мир или конечен, есть Бог или нет Бога, вот такие вот фундаментальные категории. Абсолюты, так скажем. Мы не знаем, есть ли этот Абсолют или нет. В чем проблема? В чем заключается главная проблема отсутствия Абсолюта? В том, что из Абсолюта мы легко можем вывести частные истины. Если мы точно уверены в истинности этого Абсолюта, с помощью в том числе дедуктивной логики, да и плевать на эту, собственно, дедуктивную логику, потому что и без нее мы сможем вывести из этого Абсолюта, из этой великой Абсолютной посылки, некоторые частные утверждения, которые тоже автоматически окажутся истинными. Да. Да, это было бы хорошо, это было бы потрясающе, но истиной мы при этом не обладаем, не обладаем Абсолютом, и поэтому у нас нету критерия проверки. Мы не можем проверять наши положения частные от Абсолюта, потому что мы не знаем Абсолют. Мы не можем проверять наши частные утверждения от... Ну, в общем, все Абсолюты, которыми человечество обладает, в том числе в науке, это просто теоретические философские допущения. Мир эмпирически познаваем, например. Это философское допущение. Абсолютное философское допущение такое. мир познаваем эмпирически может быть может и нет что с этим делать если мы не знаем абсолютно то мы не можем соответственно подтвердить этого или опровергнуть критика от возможного возможность это наверное один самых великих тропов против большинства догм порой достаточно выдвинуть предположение или чтобы сделать тезис оппонента сомнительным порой предположений хватит и для того чтобы опровергнуть положение возможность особенно когда речка идет о детерминистических концепциях вроде концепции стойков концепции многих некоторых современных ученых все-таки детерминизма многие склоняются мы как раз вот капелляции к возможности а вдруг мир является случайным вдруг случайность случайности есть место и тогда все что мы делаем все что мы изучаем все как мы это изучаем все могло бы сложиться иначе например у нас есть своя наука определенная история традиция науки она могла бы сложиться совершенно другая тоже основанная на эмпирическом опыте но использующие другие методы более частные другие методы другую объяснительную модель сформулировавшие другие теории абсолютно другие сформулированные теории интересные прям невероятные какие-нибудь может быть есть какой-нибудь параллельный возможный мир в котором победила теория эфира и все факты может быть даже известны но те которые известны нашим ученым просто те ученые решили что теория эфира более убедительно и они подбили под теорию это эфира все прочие факты и почему бы и нет есть множество различных таких вот возможностей и актуальность нашего мира это малая часть требования к упрощению здесь уже такой небольшой софизм многие высказывания оппонентов могут оказаться слишком сложные не только для спорщика но и для зрителей особенно если они сложны для зрителей мы имеем право запросить упрощение в таком случае можно попросить оппонента упрощенно изложить свою позицию а после критиковать упрощенный вариант вполне такой нормальный софизм кстати рамзан недавно попытался применить его против меня но нас так просто не скушаешь как бы мы сами это съели собаку на все в этом требования к усложнению вот нам например кажется что позиция оппонента слишком проста тривиально просто вот просто давай давай ты сделаешь посложнее раскрой больше раскрой сложнее это следует у него попросить если позиция слишком проста и не дает подбить какие-то вот такие вот слабые места мы не можем найти слабые места очень простой позиции не опровергнуть ее не как-то вот ее задеть и в таких случаях мы можем просить усложни пожалуйста и оппонент начинает раскрывать что-то и мы в этом усложнении находим уязвимые места вполне такая неплохая тактика то есть мы можем идти от упрощения иногда упрощенной позиции легче критиковать чем сложная иногда наоборот и мы должны тонко чувствовать вот эту вот грань и исследовать критике прояснение слов после того как противник использует тот или иной термин требующий вероятно имеющий вероятно специальное значение в рамках его рассуждения имеет смысл запросить определение а потом переключиться на критику этого определения поскольку это слово причем желательно ключевые слова выбирать не знаю там бытие появляются человека что такое бытие по-вашему он раскрывает что такое по его мнению бытие и мы видим что в этом бытие есть противоречие с основной его концепцией имеются какие-то другие проблемы но и разбиваем его на основании его термина если этот термин не сработал но если нам очень нужно опровергнуть человека но один термин не сработал не можем опровергнуть давать другой ключевой термин еще один ключевой термин а это откуда следует а это откуда в этом термине есть вот это вот определение давайте его разберем это либо конечно превратится в бесконечное прояснение снова слов если оппонент ну очень грамотный прям бесконечно грамотный оппонент перед вами сидит он очень умный он просто выдумывать непротиворечивые постоянно определение но скорее всего вы в итоге наткнетесь на то или иное определение, которое легко разнесете. И поэтому во всех учениях можно сомневаться в том числе. Критика практических изысканий. Очень важно понимать, что критика для познания ничего не значит. Практично не значит истина. Если оппонент опирается на практичность своего учения или тезиса, то следует напомнить ему, что всякая практика сомнительный аргумент в пользу истины. Для этого есть множество объяснений, доказательств и афоризмов. Кстати, у меня тоже множество по этой теме. Вечное почему? Мой любимый софизм. Один из самых верных методов опровержения всего является вечный вопрос. Почему? Ну или зачем? Почему? Почему ты это сказал? Почему вот это утверждение верное? Почему утверждение, которое ты подтвердил, это утверждение верное? Почему утверждение, которое ты подтвердил, утверждение, которое подтвердило, это утверждение и так далее, и так далее, этих утверждений, почему оно является верным и так до бесконечности. Ну, оппонент вас пошлет в определенный момент, конечно, или придет к циклу, либо совершит логическую ошибку, которую легко будет разнести. Но в любом случае мы бесконечно можем задавать ему почему. А если мы обнаружим цикл, если человек, наш оппонент, является логиком, любителем логики, фанатом логики, мы ему скажем, а у вас здесь логический цикл, уважаемый, получается, как вы могли допустить логический цикл? Все, значит, ваши суждения не верны, значит, мы вас опровергли, мы вас победили, мы вас раскритиковали. До свидания. Как видите, с критикой такие вот современные, современные, современные софизмы вполне так могут быть рабочими. Указания на аксиомы и сомнения в них. Аксиомы, утверждения, не требующие доказательств. Ну, либо догмы в христианском смысле, либо постулаты в науке. Аксиомы это слабое место любой теории. Каждая аксиома может быть подвергнута сомнению. Нет ничего, что требует доказательств. Нет ничего, что не требует доказательств, если оно, конечно, не основано на наивной такой вот вере. Да, да, да. Человек верит в аксиому, а мы говорим, а вдруг это не так? Вы тут построили громадный воздушный замок из своих теорий, которые там с чем-то там увязаны, но у вас аксиоматически вот слабое, очень слабое место находится. Что же вы с этим делаете? Ну, по крайней мере, таким образом мы точно сохраняем возможность сомневаться дальше в позиции оппонента. Конечно же. А, продолжаем. Какие еще советы нам даст неософист Александр Шадов? Критика языка вообще. Ну, как мы уже подвергали сомнению логику через язык, так же мы можем подвергнуть и сам язык критике. В этом нам мог бы помочь наш любимый аналитический мыслитель Витгенштейн, который писал о том, что, ну, большинство связок, в общем-то, языковых общений, многие другие какие-то дискурсы, это все языковые игры. И я считаю, что к играм, особенно языковым, относиться, ну, можно не относиться с такой уж серьезностью, как это обычно делается. Мы вполне можем допустить, что нет ни одной языковой игры, которая может выразить на языке истину. И в этом смысле все. Враг, в принципе, может быть, уже ему придется защищать язык. А если он не лингвист, с языком ему будет очень трудно разобраться. Критика личности оппонента. Хм, логическая ошибка. Вроде бы, да. Часто критика личности оппонента является запретным делом в любом споре. Но если, например, педофил начинает выступать в защиту тех законов, которые защищают педофилию, то всегда имеет смысл обратить на это внимание, как минимум. Критика личности чаще всего, ну, не чаще всего, в некоторых случаях может объяснять некоторые аспекты поведения вашего противника. Ну, например, вашему противнику выгодно доказать, что вот этот тезис правильный. Например, он за это деньги получит. Или, например, его за это не уволят с работы. Или, например, с ним-то что-то еще произойдет. Критика личности в данных аспектах, ну, по крайней мере, на нее стоит указать. Чтобы ваш оппонент понял, ну, чтобы, наоборот, зрители поняли, что ваш оппонент имеет определенную слабость. Причем, критика личности оппонента, это вообще первое, что приходит в голову обывателю. Ну, вот, например, кто-то говорит какую-то мудрую мысль, с которой большинство народа, вот, напротив стоящих, не согласны. И ему говорят, да ты что, умный что ли, а? И вот такой, блин. Ему что ответить? Да, я умный. Нет, он опозорится. Этически будет неправильно. Его еще больше опозорят, если он скажет, что он умный. Либо еще что-нибудь спросят такое этакое, на что он не сможет ответить, сказать, а, ну, дурак, мы-то это знаем, а ты не знаешь. Все. Опровергли, победили, унизили. Критика к личности оппонента, это обычное дело. В большинстве насущных споров, и с этим трудно поспорить. Но иногда даже в серьезных спорах имеет смысл указывать на личность. Не всегда грубо, ну, не грубо, конечно, не совсем унижая, но... Показать некоторые слабости самой личности оппонентов можно, можно, вполне можно. Аргумент чучела или риторика тоже практически всегда допускается просто по той причине, что люди не умеют критиковать оппозиции друг друга без чучела. Вот очень маленькое количество людей оперирует не чучелами. По крайней мере, потому что большинство последователей тех или иных учений тоже верят в чучело основных каких-то учений. Ну, например, какой-нибудь православный человек, обычный обыватель, который мало читал Библию, мало читал тексты отцов в церкви, практически не разбирается с богословием, не только с практическими аспектами, но и с теоретическими, ну, ничего толком не знает. По сути, перед ним чучело православия, и он верит в это чучело. Почему это вдруг оппонент, например, православия должен знать православие лучше адепта, который тоже, в принципе, ну, тем же самым занимается? Интересно? Конечно, интересно. Ну, тем более чучело, как таковое, вы сами можете опровергнуть. Вот вы сидите, вы такой православный человек, допустим, и кто-то опровергает православие через чучело. Вы определенно осознаете, что человек говорит не о православии, подсовывает место православия в публике что-то другое. Вы всегда можете об этом сказать. Если человек на свой страх и риск применяющий чучело ошибается, ну, вы его немножко, как бы так, авторитет-то его понизите. То есть, с этим методом тоже нужно быть осторожным очень. Ну, по крайней мере, вам нужно уметь развивать свои чучело таким образом, чучело позиций и оппонентов, чтобы это было непротиворечиво, и чтобы вы могли победить, как минимум, большинство оппонентов на этом пути. По ряду вопросов, как минимум, которыми вы занимаетесь. Если вы уверенно можете использовать метод критики через чучело, ну, это хорошо. Это действительно вам поможет в критике. Продолжаем. Кстати, в дополнение к этой книге рекомендую прочитать яристику Шопенгауэра. Переинтерпретация терминов очень полезна. Порой очень важно произвести переинтерпретацию терминов, чтобы при этом выгодно защитить собственную позицию. Напомню, что в спорах чаще всего побеждают те, кто пишет словари. Потому что, ну, логика, логика. В логике важны определения. И из определения что-то следует. Если мы по определению правы, ну, до свидания. Мы написали словарь, по которому мы правы, мы молодцы. Переинтерпретация терминов в любом споре в вашу пользу будет хороша. Если есть возможность ее сделать, делайте. Если нет возможности, ну, тоже оценивайте ситуацию, конечно, вот по-своему как-то. Иногда вы попадаете в профессорский состав. Вы сам еще аспирант, допустим. И они вам не дадут переинтерпретировать термины. Вы тоже должны понимать ситуацию. Вы должны как-то от этого отыгрывать. Добавление новых требований для доказательства. Следующий подход, который может вам так немножко помочь. Добавление новых требований для доказательства. Если оппонент побеждает вас по оговоренным требованиям к доказательствам, имеет смысл попробовать сменить требования. Почему бы и нет? Ну, например, вы решили поспорить о том... Не знаю. Упадет ли монета на ребро, если бросить ее там 10 раз. Хотя нет, неправильный спор, простите. Ну, то есть, вот, допустим, мы хотим узнать истину о строении космоса. Как еще состоит космос? Мы сначала берем у нас оговоренные требования в науке, что мы создаем некоторую гипотезу. Потом проверяем эту гипотезу различными методами. Притом гипотеза должна соответствовать ряду критериев. Ну, она должна быть верифицируема определенно, хотя бы отчасти. Некоторые аспекты этой гипотезы должны быть верифицируемы. Второй пункт. Некоторые аспекты этой гипотезы должны быть фальсифицируемы. То есть, теория должна подставлять определенные свои слабые места. Потом мы вместо гипотезы, которую мы уже обозначили, мы ее верифицировали. Мы попытались ее фальсифицировать. Мы сделали ее теорией полноценной. Может быть нарастили, дополнили, включили результаты экспериментов в эту теорию. Вот мы играем по таким правилам. Замечательная, хорошая, потрясающая игра. Требования к доказательству понятны. Мы составляем непротиворечивую логическую гипотезу. Из нее что-то следует. Мы с этим исследованием работаем. И пока эта теория не опровергнута, мы продолжаем в нее верить. Ну, вполне так себе. Вполне зрело, вполне сложно, вполне приемлемо. Но мы можем в любой момент сменить требования для доказательства. Ну, то есть, особенно это актуально, когда какой-нибудь сиентист, ученый приходит внезапно к нам спорить, к философам, допустим. И говорит, вот у меня такие требования к доказательствам, если вы им не соответствуете, все, до свидания. А вы такие ему отвечаете. А у нас другие требования к доказательству, давай-ка ты по-другому как-нибудь будешь теперь функционировать. А в таких условиях сиентисты функционируют довольно слабо. Потому что им очень важно быть учеными. Ну, то есть, иметь связь с наукой. Как только они теряют связь с наукой, они становятся, ну, обычно грушами для битья. Как это обычно происходит на спорах, там, докинзов всяких, панченых, которые внезапно сталкиваются с философски подкованными деятелями религии. И они их просто, вот эти деятели религии, выносят вот этих вот атеистов. И любой человек, нейтрально относящийся к науке и религии, ну, скорее всего, признает, что победил в большинстве случаев религиозный деятель, подкованный философией. Ну, потому что он может доказывать свои позиции с большего количества таких вот требований. Ну, или, по крайней мере, критиковать. У него больше критических тоже таких вот вариаций критики. Апелляция к личному опыту. Я считаю, что личный опыт – это аргумент. Аргументы, как минимум, для самого человека. То есть, вы сами, для вас это является аргументом. Вы видите, вы смотрите на мир, вы его ощущаете. У вас появляется некоторый опыт. И вы также являетесь, ваше наблюдение является следствием определенной статистики. Мировой статистики, мировых событий каких-то. Вы встречаете определенных людей в жизни, вы с ними общаетесь. Вы приблизительно для себя представляете, каков процент, там, не знаю, феминисток. Каков процент среди девушек не феминисток, например. Каков процент среди мужчин дурачков или не дурачков. Вы там уже сами по себя представляете. Наука, конечно, может поточнее попытаться это подсчитать. Но там тоже будет свой такой статистический зазор. Иногда очень большой и зависящий от некоторых случайностей. Особенно, если исследование проведено из рук вон плохо. Такое случается в социологиях всяких тоже довольно часто. Граница использования этого аргумента к личному опыту, оно имеет, конечно, значение. Его следует ограничивать. Вы не можете везде пихать свой личный опыт, как аргумент. Но использовать можете. Вы, например, говорите. Ну, я сталкивался вот с таким. Ваш оппонент может ответить. Ну, это связано с тем... Ну, например, не знаю. Я в свою жизнь постречал огромное количество умных людей. Я думаю, что все люди умные, таков мой личный опыт. Но ваш оппонент отвечает. Так ты же профессор. Ты в профессорском составе состоишь, и ты постоянно общаешься с профессорами другими. Как может получиться так, что, ну, в большей части круга твоего общения не будет, как бы, да, большого количества умных людей? Ну, то есть, личный опыт всегда можно попытаться опровергнуть, то есть, дальше его дораскрыть. Ваш оппонент может с этим как-то работать и как-то с этим функционировать тоже. Личный опыт может быть таким небольшим аргументом, с которым можно спорить. И если все-таки ваш оппонент не сможет опровергнуть ваш личный опыт, это вам поможет в споре, в критике. Указание на глупость противника. Классика. Это самый лучший адхоменем из всех, самый эффективный, безумцем. Еще лучше назвать противника безумцем, безусловно. А это еще Аристотель говорил, что с сумасшедшими спорить-то, собственно, и нельзя. Нельзя. Невозможно спорить с сумасшедшим, потому что он неразумен. Как можно спорить с неразумным человеком? И вы говорите, а вы неразумны. Все, до свидания, победа. Как победа в споре внезапно. Если ваш оппонент еще не знает, что такое адхоменем, он прям тоже скушает вот это вот с удовольствием. Еще раз психуется и будет очень так интересно. Апелляция к умножению сущностей. Оппонент утверждает нечто, но вы указываете, что сущностей может быть значительно больше, чем он думал. Это своеобразная антибритва Акама. В науке, например, это работает таким образом. У нас есть определенное количество фактов, но мы уже выяснили, что факты это трактовки. И мы в соответствии с этими фактами выдвигаем желательно самую простую из возможных концепций. То есть теория выбирается по признаку простоты. Фактов много и самое сложное, что есть в науке, это факты, эмпирические проверки, все вот идет сложности, много-много-много всего. Но из всего этого должна следовать в идеале самая простая из возможных теорий, которая допускает меньше всего спорных сущностей. Но сущностей может быть неограниченное количество, их может быть много, они могут быть разные, они могут быть естественные, неестественные, сверхъестественные, подъестественные. Да какие угодно могут быть сущности. И в этом смысле мы можем использовать антибритву Окама, чтобы сомневаться в позициях, которые опираются на такое сокращение сущностей, которые ничем, кроме эстетики, по сути, не апеллируются. Апелляция к уменьшению сущностей, бритва Окама, здравствуйте, без проблем, если это выгодно, применяйте. Дилемма. Если у вас есть возможность поставить оппонента перед выбором между двумя правдоподобными вариантами, оба из которых сыграют вам на пользу, делайте. Делайте это, это в споре вам поможет обязательно. Поиск подлинного явления. Некоторые явления подлинные, а другие нет. Благодаря аргументу к подлинности можно смешать определение и, следовательно, система доказать свою пользу. Да. Ну, например, одни вещи являются истинными, а другими ложными. Когда я говорю там о подлинных скептиках, об истинных, это вот я применяю вот этот вот метод, по сути, практически всегда. Ну, то есть, я определяю скептиков не от общего мнения, так скажем, исследователей, а от абсолютного скептицизма. И вот он, вот те самые люди, которые дошли до абсолютного скептицизма, они абсолютные скептики. Это, с какой-то стороны, уловка. Да, конечно, это в некотором роде уловка. Но в некотором роде она фиксирует некоторую суть. Ну, например, подлинный православный человек. Что это значит? Что значит подлинный православный? И мы перечисляем определенные критерии. Почему бы и нет? Ну, как минимум, Библию, наверное, он прочитать должен. Уже, как минимум, да? Для подлинного православного неплохо было бы прочитать Библию. Ну и так далее. Мы можем выяснять подлинность. Это не является логической ошибкой во всех случаях. В случае со скептиками не является, и в случае с подлинным православным тоже может не являться. Критика источника. Критика источника. Нередко оказывается так, что критика источника факта исследования можно опровергнуть всю концепцию оппонента. Нередко оказывается так, что критика источника, запятая факта, исследования, запятая, то есть, да, можно опровергнуть всю концепцию оппонента. А, понятно, что здесь подразумевается в виду. Ну, в общем, оппонент ваш говорит, что это замечательная, научная, потрясающая, классная, замечательная, очень хорошая статья, и вот в ней изложена истина, и давай опираться на нее. А ты критикуешь эту статью, все, ну, как бы, статья раскритикована, оппонент, в общем-то, ну, даже если он сам, как бы, думает, что вы не разберетесь в этой статье, ничего не поймете, а вы вдруг ее разобрали и опровергли, и ваш соперник, как бы, все, проиграл. Для критика такие лазейки, это действительно мана небесная, источники, апеллировать к источникам, к Марксу апеллировать, когда споришь с марксистами, очень-очень весело, постоянно, потому что, ну, они попадают в большое такое проблемное поле. Маркс-то говорил вот так, а марксисты говорят немножко по-другому, например, сейчас. И некоторые противники советского режима вполне используют такую риторику, и она вполне является рабочей. Критика источника, это очень важно, потому что на источнике многое основывается, это, как бы, опровергнуть сразу фундамент, базис, до свидания. До свидания, да, получается, такая. Абстрагирование. Интерпретация абстракции, как реальные вещи, может помочь нам оспорить концепцию оппонента, особенно если он не понимает, что мы апеллируем к абстракции. Ох, хитро-хитро. Белые пятна. Также можно критиковать через белые пятна, это часто делается с наукой, особенно религиозными деятелями. Вполне неплохо, можно. Подавление доказательств. Также важно не забывать, что ваш противник даже ведет споры и доказывает свои положения. Его доказательства нужно по возможности подавить, особенно если до этого есть основания. Подавленное доказательство выглядит не... А, да, подавленное доказательство выглядит неубедительно. То есть вы всегда помните о том, что можно вообще сконцентрировать свое внимание на уничтожении доказательств оппонента. Конечно, ваши положительные аргументы за могут тоже многое сделать. Но подавление доказательств это важный аспект интеллектуальной деятельности. И самое главное, что еще можно сделать, подавление доказательства как концепции. То есть вообще, что невозможно, ничего доказать. Если уж вы совсем попали в переплет, и ваш оппонент, ну вот, просто измывается над вами и над вашей концепцией. Все, мы возвращаемся к логике. Логика спорна, спорна логика высказываний. Исследуем глубже, да, смотрим еще глубже. Высказывания, может быть, не оказываются истины. Может быть, невозможно сформулировать истину на языке вообще, в принципе. А значит, любая форма доказательств является невозможной. В таком случае вы, конечно, сами подставляетесь, кстати. Ну, то есть сразу становится понятно, что и вы не можете доказать свою концепцию. Никто не может в соответствии с этим вашим аргументом. Но, ну, в случае скептицизма это нормально абсолютно, но потому что он на этом и базируется. А вам, это, это ваше просто вот последнее спасательное, спасательный жилет. Чуть что, все, подавление доказательств. Есть вещи, которые нельзя доказать. Либо вообще ничего нельзя доказать. И вы должны это тоже грамотно отписать. Отписать и заработать. Ой, апелляция к теории заговора. Многие удивятся, но теории заговора, как мне думается, вполне вероятны. Конечно, не следует принимать их за абсолютную правду, но всегда нужно спрашивать у оппонентов, чьи позиции противоречат теории заговора. А почему нет? Почему сионисты, да, сионисты не управляют миром? А почему? Почему, почему сионисты не могли придумать, что наш мир является, в общем, имеет форму шара, чтобы обмануть нас, поганых гоев, как бы? Почему нет? Почему нет? Почему рептилоиды не могли этого сделать? Причем есть теории заговора, ну, вполне так себе адекватные. И многие, например, марксисты постоянно апеллируют к тем или иным теориям заговора различных, в общем-то, богатых людей против народа. Все, все сговорились. Америка, Америка нападает постоянно на нас. Но теории заговора, они, на самом деле, очень распространенные. Если мы начнем разбираться в этом, ну, то будет тоже очень и очень интересно. И теория заговора, это не всегда плохой аргумент. Это тоже всегда, это нужно учитывать постоянно. То есть мы всегда можем предположить некую теорию заговора и противопоставить ее позиции оппонента. Замечательно. Апелляция к утопии. Утопия, забудьте, что утопия это что-то плохое, недостижимое, неисполнимое, никогда такого не будет. Просто вот смотрите это у себя в памяти. Если речь идет о политике, то имеет смысл иногда апеллировать к утопии. Утопия это цель. Когда-то я бы даже сказал, что была капиталистическая утопия. Сейчас мы живем уже практически в капиталистической утопии. Плюс-минус, кризисы, конечно, недостатки свои есть, но нормально, нормально живем. Жить можно. То же самое с коммунизмом, какими-нибудь другими учениями. Жить можно в таких местах. Да, в лагерях особенно. Отсутствие доказательства как аргумент в пользу противоположной позиции. Кстати, отслеживайте вот эту вот штуку, потому что отсутствие доказательства не является аргументом в пользу противоположной позиции никогда. Но если у вашего противника нет доказательства, он не сможет ответить на вот этот вот ваш трюк, это вполне можно использовать в качестве критики. То есть вы говорите, ну вы же не смогли вот это доказать, уважаемые. Вы это не доказали. А что вы будете-то дальше делать? Ну, получается, я прав, что ли? Может быть, я прав? А? Если вы не правы, я, наверное, прав, да? Как вы думаете? Можно так подавить на человека интеллектуально, и он, в принципе, может согласиться. Ну да, может быть, вы правы. Может быть, и нет. Вполне можно выдавать желаемое за действительное. Аргументация к заведомо догматической установке оппонента тоже очень сильна, особенно в рамках скептицизма. Потому что любой догматик, а все люди догматики, даже ученые догматики, он имеет определенную предустановку. То есть мы практически можем предугадать, какую концепцию этот догматик будет доказывать или опровергать. Вполне так себе просто. Это вполне так себе просто предугадать. И в соответствии с этим мы можем апеллировать к догматичности оппонента, сказать, ну, уважаемые, ну, понятно, что вы верите вот в эти вот положения. Ну, ведь это ничего толком-то не доказывает. Вы никак не опровергаете мою позицию своей вот этой вот верой. И понятно, что весь ваш спектр вот этих вот невероятных, таких сложных построений и доказательств основан на том, что у вас есть некоторое предпонимание, что у вас есть некоторая такая вот позиция, которая предшествует вашему доказательству. Ну и все, человек скушен, побежден, ушел. Порочный онтологический круг. Одна вещь есть, и одновременно ее может и не быть. Это и есть порочный онтологический круг. Мы не знаем подлинного бытия то ли иной вещи, и это делает рассуждение о вещах делом непростым. Вполне онтологично. Приписывание другой стороне тех суждений, которые она не делала, но с которыми она согласна. Это очень важное уточнение, кстати. Потому что вот именно но с которыми она согласна, это уже в большинстве случаев спасет вас от упрека оппонента в том, что вы совершили неформальную логическую ошибку. Во-первых, скорее всего оппонент согласится с утверждением, с которым он и так согласен, как бы все это время и был. Если вы обнаружите вот эту вот концепцию, вполне, вполне вы можете победить. Особенно если это суждение, эта концепция является слабой стороной позиции оппонента. И вы как раз вскроете вот эту вот другую сторону тех суждений, приписать ему другие суждения, которые он не употреблял в данном споре, и все будет отлично. В каждом учении есть слабые стороны. Помните об этом. Всегда помните об этом во время критики. У каждого учения есть слабые стороны. И как только мы пытаемся сделать вот такую вот вещь, противник с нами ничего не сотворит. Он обезоружен по сути, он побежден тоже. Вы можете просто на первый план вытащить вот эти вот слабые его стороны, стороны его суждений и все. Использование принципиально неопровержимых суждений. Антифальсификационизм. Всякое неопровержимое утверждение претендует на истину не в меньшей степени, чем всякое опровержимое. Все, Поппер как бы до свидания. Поппер проиграл. Только от одной этой фразы, да, уже просто, вот просто, просто проиграл. Но в сущности, на самом деле, так-то и является приблизительно. Любое суждение может претендовать на истину. Но не на научность в данном, конечно, контексте. А на истину может. И мы можем спорить, можем предлагать принципиально неопровержимое утверждение и требовать противника. Ну попробуй, ну опровергни то, что я сказал. Ну, ну опровергни. А он не может опровергнуть. Просто не может. И все. Кстати, мы как бы закончили. Получается. Сверхобобщение могут служить аргументом. Оксюмороны или единство противоположностей. Закрывая и закрывать глаза на противоречие вполне возможно. Причь, нормально, в любом мышлении. Ну, особенно в споре, который ведется устно. Противоречия не часто высвеняются. Аргумент к сомнению в математике, статистике и прочих интересных вещах. Недоверие к меню специалистов. И так далее, и так далее, и так далее. Недоверие к авторитетам может служить аргументом, даже к научным авторитетам. Аргумент к опориям, включая опории Зенона. Здесь они перечислены. Аргумент к когнитивным искажениям. Ой, очень веселая штука, эти когнитивные искажения. Ученые выделили огромное количество когнитивных искажений, которые во многом базируются на неформальных логических ошибках и не только. Только проблема в том, что все эти когнитивные искажения очень легко направить на науку и опровергнуть ее с помощью этих когнитивных искажений. И также можно направить эти когнитивные искажения на исследователей, которые проводили исследование этих самых когнитивных искажений. И тем самым опровергнуть их. Что, кстати, забавно, да. Прикольно. Очень прикольно. Очень любят сейчас списки этих когнитивных искажений рассылать везде. Но вот знаете, что вот что можно с ними сделать в итоге. Здесь перечисляются когнитивные искажения. Аргумент к релятивизму один из таких неплохих, сильных, да, исторически подтверждаемых. Аргументация через фантазию и воображение иногда может вам тоже помочь. Допущение всевозможных точек зрения, позиций, которые ваш оппонент не учитывает вполне тоже сильно. Опровержение собственным оружием. Наиболее эффективно опровергать оппонентов их же собственным оружием, их же собственными аргументами и убеждениями. Направляйте аргументы оппонентов против них. Используйте те тезисы, с которыми оппонент обязан согласиться, но при этом они противоречат всему, что он говорит в данном случае, или наоборот подтверждают вашу позицию. Чем сильнее ваша позиция будет в итоге выглядеть, тем критика ваша будет более такой качественной, она будет выглядеть более существенной, более взрослой, более зрелой. Аргумент к авторитету оппонента, который он признает. Вау! Ну то есть на самом-то деле мы можем апеллировать к авторитетам, которые ваш оппонент признает, но которые противоречат его позиции. Авторитеты в данном случае действительно можно использовать как заложника, потому что все. Ваш оппонент будет тоже в трудной ситуации, потому что ему придется как-то выкручиваться со своим же самым любимым авторитетом, там каким-нибудь нитши. Он будет с этим нитши возиться. Так. Нет, 99 тропов скептицизма, это было уже в другой... Это мой текст тоже, да, но он рассказывал... Рассказ о нем велся уже в отдельном видео на Ютубе. Сейчас я разбираю текст «Безграничная критика». 99 тропов скептицизма были, кстати, в нем внутри перечислены уже. Вот так вот, да. Продолжаем. Тут немножко совсем осталось. Это действительно безграничная критика. Здесь объясняется то, как можно что-то раскритиковать. Вообще, что такое критика сама по себе объяснялась. Потом объяснилась уже, как критика возможна внутри скептицизма. Потом, какие были подходы к критике различных учений. И теперь как. Как это на практике осуществляется такое практическое пособие для юных критиков. И не только юных. Признание. Собственной некомпетентности. Сложным желанием разобраться в позиции оппонента. Но на деле с выуживанием слабых аргументов. Еще один способ раскритиковать оппонента. Но понятно, что не я. Не вы. Никто-либо еще не является совершенным специалистом во всем. И мы практически во всем, собственно, некомпетентны. Но при этом мы многое что критикуем. Даже не из компетентности. И это всегда нормально. И мы, признавая собственную некомпетентность, можем воспользоваться компетентностью оппонента. Который нам все, если мы культурно попросим, расскажет, покажет. Все разъяснит так по-доброму. А мы внезапно воткнем ему нож в спину и выудим вот эти слабые аргументы и победим в итоге в споре. Такая стратегия тоже возможна. Да. Давить на него. Так. При наличии собственного авторитета в той или иной сфере есть возможность давить на него, отказываясь от прочих уточнений. Ну вот допустим. Есть у меня какой-то замечательный, потрясающий авторитет в востоковедении. Не знаю. У меня несколько таких авторов, которых я очень уважаю и люблю. Шохин, например, один из самых известных востоковедов современных. Да. Шохин. Все. Все. Только Шохин. Замечательно. Я давлю на его позицию. Я апеллирую к текстам Шохина. Только к ним. И если это соотносится с моей позицией, я буду продолжать давить на этот авторитет. Особенно на научный, потому что это чаще всего работает. Просто это просто работает. Потому что ученые обычно, ну, да, на авторитеты мы, конечно, не ссылаемся. А на научный авторитет ссылаемся, конечно, да. То есть в некоторых случаях ссылка на авторитеты является сильным аргументом. И держаться за авторитет не так плохо даже в научном академическом сообществе. И эту уловку вам не то, чтобы простят, а вам за нее будут аплодировать стоя. Потому что вы там, не знаю. Защищайте Хайдегера так очень, очень, очень душевно защищайте Хайдегера, Витгенштейна. Этих прекрасных, великих, замечательных людей так и защищать. И вам хлопать будут со слезами на глазах. Какой вы молодец. Вместо того, чтобы обвинить вас в логической ошибке и апелляции к авторитету. Отрицание материи. Ладно, отрицание времени и пространства допустимо. Также допустим такой вот подход во благо великой цели. Такая тоже уловка. Мы делаем это во благо великой цели. Эта концепция нужна тоже во благо великой цели. Так часто поступают, кстати, коммунисты. У них тоже все во благо великой цели. Убивать можно. Предавать можно. Что угодно можно делать. Апелляция к просвещению и просветительству вполне допустима. Если вы допускаете, если вы защищаете какую-то сиентическую концепцию. Аргумент к критическому мышлению. Я, кстати, критикую критическое мышление. Но если это вам удобно. Если ваш оппонент сказал что-то. И вы говорите. Ну, уважаемый, а может быть вы в этом усомнитесь? Может быть вы покритикуете. Давайте вы критически отнесетесь к вашему положению. Если он вам не ответит обратно. А может быть вы в своем критически. Может быть вы к своему убеждению критически отнесетесь. Если вам так ответят, то уже будет посложнее. Вы как бы вот. Пат у вас получится. Патовая ситуация. Не очень хорошо. Но если он согласится с вами. Ну, вполне сработает. Замечательно. Фантастическое критическое мышление может обернуться против кого угодно. И это его свойство можно использовать. Анастасия, почему я критикую критическое мышление? Прочитаю мою статью критического мышления. По-моему, видео есть. И есть, в общем-то, статья полная. Ну, потому что критическое мышление обычно не воспринимается критически. Есть определенный сборник постулатов. Такая солянка. Того, что следует считать критическим мышлением. И это чистая догма. Там вообще ничего критического нет. В самом постулировании критического мышления нет ничего, собственно, критического. Как такового. Ну, и оно чаще всего апеллирует какой-нибудь там науке, здравому смыслу и прочим таким. Ну, особенно здравый смысл. Такое вот зыбкое понятие. И оно не очень прочное. Ну, в общем-то, здесь тоже все понятно. Подвергать все сомнению. Вот это вот именно детское такое. Подвергать все сомнению. А зачем подвергать все сомнению? Зачем? Вот ты собираешься подвергать все сомнению? Ну, ты скептик, что ли, может быть, я не знаю. Может быть, ты вообще во всем сомневаешься? А, нет, на самом деле. Если пороемся, немножко оказывается, что человек не во всем далеко сомневается. И он собирается подвергать что-то сомнению не на базе чистого сомнения, а на базе какого-нибудь, не знаю, научного убеждения, убеждения в науке или убеждения в религии. Он будет подвергать все религии другие критики. Говорить, я критически мыслящий, а вы не критически мыслите, но при этом веровать в какую-нибудь там, не знаю, свою дичь. Это вполне так себе обычная ситуация для критически мыслящих людей. Поэтому я и критикую критическое мышление. Аргумент к здравому смыслу. Тоже здравого смысла, считайте, не существует по-настоящему. Но если ваш оппонент вполне так себе является сторонником концепции здравого смысла и его концепция общая, которая участвует в споре, так или иначе противоречит здравому смыслу, говорите. Снесем оппонента и его же, в общем-то, оружием, как обычно. Аргумент к скептицизму это абсолютный аргумент, это последний аргумент. Это аргумент, который делает сомнительной вашу позицию, позицию оппонента. Но в любом случае, если оппонент очень силен, невероятно силен, вы можете всегда обратиться к скептицизму. И это не последний аргумент. Аргумент к артефактам, да. К артефактам его, если не ошибаюсь, Бодрияр использовал, когда критиковал то, что вот ученые-биологи видят в микроскопах. То, что это нереальные клетки, нереальные живые какие-то организмы, а это просто артефакт. Это только видимость определенная, видимость, совмещенная с трактовкой. Но при этом эту видимость, конечно, можно как-то практически использовать. Под артефактами понимается искаженное восприятие действительности. Ну, чтобы все понимали. Критика учения в целом. Если тезис, который выдвигает ваш оппонент, не может быть опровергнут, исходя из посылок, то следует обратить внимание на все учение в целом, из которого данный тезис исходит. Опровергаем учение, по логически, по ступенькам мы уже опровергаем, ну... То есть учение, все само находится в основании, а практически все суждения в этом учении, пирамидкой так строятся на нем сверху. Опровергаем базис, уничтожаем надстройку. Все. Ну, это не так уж и просто, конечно. Не так уж и просто. Но чаще всего подкопы искать можно вот в таких вот вещах. Софистика. Пользуйтесь софистикой. То, что я сейчас вам предлагал, это была неософистика выше. Это во многом даже очень легальные способы критики. Практически всегда и в научном сообществе это тоже во многих случаях пройдет. В глупости, правда, профессоров нельзя упрекать. Не надо. Не надо, пожалуйста. Тоже следите за тем, против кого вы какие методы используете. Но в данном случае здесь выше были предложены такие более-менее легальные способы спора, которые используют многие интеллектуалы даже. Иногда осмысленно, а иногда, ну, инстинктивно. А вот софистика сама по себе и эристика. Эристика Шопенгауэра, которую я вам тоже советую прочитать, это уже более грубые способы спора будут. Ну, более грубые, чем было выше показано. И к ним тоже иногда следует апеллировать, ну, потому что многие до сих пор не научились находить софистику и вполне так себе тоже неплохо существует. Аргументы к духовным практикам. Понятно тоже, у меня есть своя духовная практика, кстати, напоминаю. Аргумент к использованию других методик допустим. Требования к бесконечному комментированию. Можно заставить оппонента вечно комментировать позиции других учений. Это довольно трудно, но не бессмысленно. Ну, то есть, вполне у нас есть огромная история философии, огромная история религии. Мы знаем, скорее всего, огромное количество концепций. И мы можем заставить нашего оппонента комментировать эти концепции и позиции. Ни один ученый в мире, даже известный религиовед, ни один, в общем-то, не знаю, ученый, да, понятно, ни один философ в мире не знает всех философских концепций, ни один ученый в мире не знает тоже всех религиозных концепций, если он, ну, антирелигиозен. И в этом смысле получается, что мы можем заставить человека бесконечно комментировать разные позиции. И в любом случае, рано или поздно, он ошибется. И ошибется очень сильно, поверьте мне. Настолько сильно, что его можно будет подколоть. И сделать его позицию, выглядящую, ну, довольно слабой. Она будет слабо выглядеть, и мы его, как бы, победим, победим. Вообще, заставить оппонента говорить больше, чем вы, больше отвечать на ваши вопросы, это всегда сильно. Это всегда сильно. Кстати, Убер Маргинал на это тоже обращал внимание, ну, потому что, действительно, это очень сильно. Когда оппонент постоянно подвергается атакам и не подвергает атакам вас, ну, он, в общем-то, находится в плохом положении. Его постоянно бомбят со всех сторон, со сторон, тем более, разных учений, которые надо как-то откомментировать. А без комментариев он будет, как бы, некомпетентен в данном вопросе. Особенно, если эти учения касаются данного вопроса, который вы разбираете. Да, комментарии, конечно, это порочный круг, но тут дело-то в том, что это просто действенно. И, по сути, ну, если уж так брать очень честно, если уж человек избрал какую-то свою позицию, позицию, там, он ученый, он верит, что наука спасет этот мир, он думает, что наука работает замечательно, то почему бы ему не откомментировать все учения? Ну, он хотя бы должен в них разбираться. Ну, или если он столкнулся с учением, с которым он не разбирается, он должен потом быть с ним разобраться и как-то его откомментировать. Ну, попытаться хотя бы, для себя хотя бы найти какой-то комментарий. Если он явно не разбирается или комментирует очень плохо, ну, как Докинс, например, комментирует христианство, то дела обстоят очень плохо, и его легко будет опровергнуть, и легко будет победить и понять, насколько его концепт, позиция неосновательна. Насколько он на самом деле не так уж силен, как он хотел бы быть, как он хотел бы выглядеть. То есть действительно здесь очень много таких трюков, которые, с одной стороны, открыл я, с другой стороны, были открыты уже в истории философии, которые я обнаружил у других мыслителей, которые их не проговаривали, а некоторые проговорили, я тоже позаимствовал их в качестве таких методик, аргументации, которые могут быть действительно очень сильными в спорах. Аргументы к непониманию. Все мы друг друга не понимаем, имеет смысл этим пользоваться. Аргумент к непониманию, как оппонента, так и вас самих, вы можете сказать, что вы не понимаете оппонента, и использовать это, как я уже написал выше, а также сказать, что оппонент не понимает вас. И искать для этого, ну, в общем-то, оправдание, ну, из-за оправданий же вот этого всего, так, сейчас, простите, я запутался. Аргумент к непониманию, как оппонента, так и вас, может привести к попыткам оправдания, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Тоже довольно-таки эффективно иногда, особенно если вы указываете на то, что вот оппонент не понимает вас. Ну вот я высказал свою позицию, а вы меня, видимо, не поняли. Особенно хорошо это действует, когда все окружающие думают, что вас поняли. Вот, вот что важно. Сделать вид, чтобы ваша публика, которая вас слушает, думала, что вы как бы молодец, и вас оппонент не понял, потому что он, ну, по сути, глупее оказался. Да. То, что оппонент виноват в том, что он вас не понял, а не вы своими такими теневыми речами, сложными, невероятными, повергли оппонента в шок, и весь зал в шок, и вы говорите, ну вы же меня не понимаете, и всему залу как бы плевать, он не понимает вас, и оппонент вас не понимает. Кстати, в Индии такая фишка есть, если человек произносит суждение или аргумент, и его не понял оппонент, оппонент обращается к залу, и зал как бы говорит, ну мы поняли, или мы не поняли. Если зал не понимает аргумента, оппонент пытается его еще раз, ну, то есть человек, который произнес этот аргумент, пытается его еще раз объяснить другими словами. Оппонент опять не понял? Оппонент говорит, да, я опять не понял, обращается к залу. И так три раза это происходит, и если, в общем-то, три раза вы произносите какую-то чушь, которую не может никто понять, до свидания, вы проиграли в споре в индийском. Ну, такие правила есть в некоторых, в общем-то, случаях. Интересно тоже. Вот поэтому вы должны тонко-тонко чувствовать вот эту вот границу, когда вы можете апеллировать к непониманию, когда ваша публика вроде бы к этому располагает. Вы, например, находитесь, не знаю, на собрании гигелианцев, и вы начинаете рассуждать прекрасно про диалектику. А ваш оппонент внезапно оказывается не диалектиком и говорит, а диалектика это фигня полная, я ничего не понимаю о том, что вы сказали. Ну, все, до свидания, оппонент, ты проиграл, ты не понимаешь. Ну, или наоборот, вы упрекаете оппонента, который против диалектики в том, что он не понимает вашу позицию. Публика согласна, вы согласны, оппонент проиграл. Как-то вот такая вот шахматная партия появляется с бесконечным количеством возможных аргументов, которые вы можете применить. К сожалению, я очень сильно разошелся, абсолютное сомнение, тоже к нему можно апеллировать. Все. Я очень сильно разошелся, и у нас получились еще полтора часа стрима сверху. Я собирался разобрать сегодня четыре книги, я думал, я эту разберу минут за двадцать. Но вот последние ее аспекты мне показались очень интересными, даже сейчас для меня самого, когда я ее писал, я уже немножко подзабыл эту книжку. И она очень эффективна, действительно, в спорах. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. А к тем, кто сидит на моем стриме на Твиче и, в общем-то, на Ютубе и ВКонтакте, я вернусь после соответствующей заставки. Красивый, полюбуйтесь, понаблюдайте за ней. Снова второй раз за сегодня. Все. А с теми, кто смотрит видео просто на Ютубе, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok